В праздник Сошествия Святого Духа на апостолов, День Святой Пятидесятницы, в храмах Челябинской митрополии прошли торжественные богослужения. Митрополит Никодим совершил праздничную литургию в Свято-Троицком храме города Челябинска. У этого праздника несколько названий. Его называют еще Пятидесятницей, так как он выпадает на 50-й день после Святой Пасхи. С этого дня в мире утверждается христианская вера и начинает свое бытие Церковь Христова. Дары Духа Святого, которые получает человек в таинстве крещения, необходимо обновлять и укреплять в себе. Без благодати Божией невозможна духовная жизнь. Эта таинственная сила преображает весь внутренний мир человека. Вот почему праздник Святой Троицы так торжественно и радостно встречается православными христианами. Где же можем мы стяжать благодать Дара Духа Святого? В Церкви Святой. Когда прибегаем к таинству, тогда, когда причащаемся, тогда, когда молимся, тогда, когда творим добрые дела и постнически несем труды. Ибо делаем мы все это во славу Церкви Святой, во славу Господа нашего Иисуса Христа, прославляя Святую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа. По традиции, которая сложилась на Руси, в субботу и воскресенье храмы украшаются березками, цветами, скошенной травой. Поэтому в народе праздник Святой Троицы называют еще Зеленой Пасхой. По окончании Божественной Литургии все прихожане храма опустились на колени. А митрополит Никодим также коленопреклонно прочитал молитвы на призывание Святого Духа и неспослание его даров. Мудрости, знания, веры, умения и знания ремесел, развлечения духов и многих других даров, благодаря которым человек может служить Богу и ближнему. В данный момент у нас ладыка читал молитвы, спрашивая Духа Святого на нас, на Церковь Святую, на всех, на весь мир. Поэтому этот праздник всегда радостный для всех, кроме того, что украшения в храме, зеленое, облачение, храм весь, березка, радость вели в сердцах, в умах наших. В честь престольного праздника после богослужения прихожане храма во главе со священным началием вышли на крестный ход. С молитвами и песнопениями верующие обошли вокруг храма. Митрополит Никодим благословлял народ и щедро кропил всех присутствующих святой водой. Свято-Троицкий храм стоит в центре города на оживленной улице. Крестный ход был настолько многолюдным, что инспекторам ДПС пришлось ненадолго перекрыть проезжую часть для безопасности людей. Тем временем во дворе храма в честь престольного праздника были накрыты столы с ароматным чаем и сладкими угощениями для всех желающих.